А знаете ли вы, что такое Лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брандовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Лукбокс. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Ни хуйня какая-то. Как это ебать делать с вами? Это Алтай, Алтай! Вот овчарка смешанная с волком. Это наш новый пес. Еще один. Весь день спит. Жрет, доебывает тюленя. Срвет, сука, и сыт. Ему три, блядь, месяца. Он уже размером с тюленью. Блядь, ты иди нахуй, блядь, ада. Я болею, я вчера только. Я вчера только, блядь, выздоровел. Олень, ты чё, блядь, отклоняешь приглашение-то, блядь? Выходи в эфир, олень. Олень. Я болею, короче, товарищи. Я простуженный, блядь. У меня ебаный свет грипп был. Я два дня лежал вообще. Лежал и умирал. Я практически сдох. Меня спасла любовь моей женщины. И чё там еще. И молоко, мёд, и сода, блядь. Вот. Вот, ай. Ходит тут-туда-сюда. Короче, не слышал. Новое музло, блядь, будет вместе с альбомом. Сразу, прям с альбомом прилетит вам новое музло. 15 треков, блядь. Вместо 10, которое ты хотел, будет 15 треков. А души. Редьку с мёдом хавал. Конечно, ты чё, блядь. Обожаю, кстати, с детства. Не за что. По поводу Госдумы мы продолжаем движение. И было направлено ходатайство на именю выборную. Короче, мы отправили там всякие штуки, бумажки. Будем сейчас дальше двигаться. Зануда бесстрашная. Зануда не сдаётся. Зануда только болеет. Альбом будет называться Фри Бэйс. Как вы и хотели, блядь. Чисто и тру. Да, в лофте я. Чё там про эмулятор было сейчас? Проебался. Брок хорошо будет работать тоже. Я хуй знает. Через эмулятор не работал. Не выпил. Болею я. Да, в лофте. Поэтому я опух. Я, блядь, опух. Вижу, чё пишут. Да хуя кто чё пишет. На альбоме будет и, блядь. Ну, свежо звучит альбом, блядь. В любом случае. Но, конечно, я не стал там делать, блядь. Мамбл рэп, блядь. Старовато я для мамбл рэпа, блядь. На хуя умру, будет и, блядь. Стики. Оранжевый, субкоричневый, ещё нигде нету. Я птица опух. Опух. Это как оникс, только опух. На Дальний Восток, я не знаю, с новым альбомом приеду. Короче, блин, с новым альбомом поезжу, я думаю, нормально. Хуяный альбом получился, я сам похуй. Блядь, будете плакать, блядь, с вами. У скула достаточно. Всем понравится. Грязи до хуя на альбоме наркотиков до хуя. И всякой хуйни пацанского до хуя. И при этом всё морально такое чистое достаточно. Не пропагандирую, рассказываю. Фито, ты про себя, что ли? Тебе видно, нет. Гараев, ты там ещё живой? Я там не был. Я не знаю, где это. Кок, Шетау. Я, к сожалению, не был. Не знаю даже, где. В Самару приеду тоже. Почему я много, но чё-то неизвестно. Нахуя мне не выбирать. Давайте, короче, сейчас я в рандомном порядке выберу, кому позвонить. От лица занудым будет альбом. На альбом будет участие принимать Биба из Легенды Про. Вот. Ещё там несколько человек. Это мой альбом, так как я хочу, чтобы этот альбом звучал. Там не все сольные треки. Есть где-то, где припел, пою не я. Есть где-то листевые куплеты. Но в душе. Короче, давайте я выйду, посмотрю, кто тут есть, бля. Кто тут, бля. О, я знаю, кого я позову сейчас. Выйдет в феврале, бля. Ну, это, бля, не точно я. С джокером? Нет. С джокером нет фитов. Но мы, да, я с ним давно общаюсь. Он хороший знакомый. Мы хорошо общаемся. Всегда рад его видеть. Много лет знаем. И что, никто не выходит. Москва вся просто, бля, нахуй в снегах. Сука, выходишь, как на Северном полюсе, бля. Снега по колено. Камчатка, Салам. Нет, со сливом фита не будет. По разным сторонам баррикад. Соникам. Сейчас, короче, я выберу, кому позвонить, блядь. Минус 30, хуйня. В Москве минус 10, как у вас минус 30, блядь. Влажность, фантастичь, о. Привет. Сейчас я тебя буду заманивать. Алена, выходи в прямой эфир. Ях очень жаль. Аленка, привет тебе большой. Ты, по-моему, сейчас одна из двух рэперш, которые я воспринимаю женский рэп, вот есть, короче, на полусогнута. Она ебашит, такой, пацанский рэп, ну, такой, дворовой. И ты, ебать, разъебываешь просто. Ален, ты молодец. Я очень удивлен. Аленка не хочет выходить в прямой эфир. С вами, негодяями, потому что вы негодяи. Всякую гадость пишите постоянно. Че там? Ален, тебе большое спасибо за спортистство. Ты очень крутой. Ты прям молодец. Нет, я не слышу такую музыку. Поэтому я не знаю, кто там че высрал. Костян, привет, залетая 5-го числа. Кстати, 5-го числа у нас вечеринка здесь. Приходите все. Кому, блин, к кому можно бухать по возрасту. Вот. Конечно, будет какой-то минимальный все-таки фейс-дрейс-контроль, и бы всякая шуупень не портила вечеринку нам всем. Вот, неадекватная. А так, как бы, блин, будем рады всем. Приходите, будем тут пьянствовать, отмечать Новый год, 5-го января. Лов Цао Пап. Нет, не слышал. Бля, парни, вы при всем уважении к вам. Я не слышу Лешу. Мне неинтересная музыка давно уже. В спортивном? Ну, блядь, смотря в чем. Ну, давай пообщаемся, я не знаю, что я не знаю. Что нет-то, блин? Нет, это не я, шмель. Не переживайте. И я не шмель. Я, кстати, Васю на днях увидел, заезжал на газ, если бы посмеялись на одну тему там. Молодец, Васильев. Шалом! Салам! Как дела? Салам, Давид. Привет, привет. Паша, сделай подъезжай. Давно тебя слушаю. А? Давно тебя слушаю, говорю. Я рад, я рад, что тебе нравится, мам, узло. Все альбомы знаю наизусть. Я сам их не знаю наизусть, ты знаешь? Красава. Я болею, блядь. Я простуженый, понимаешь, человек. Выздоравливаю, не болею, скоро Новый год. Да у меня двое в больничку угрелись. Зараев лежит в больнице. Интиган ногу себе сломал, блядь. Операцию выделал, блядь. Я вот хожу, боюсь, блядь, нахуй. Путыкнуться где-нибудь, тоже угреться в больничку. Надеюсь, выздоровеешь, справишься родными. С близкими, с мамой, с дочкой. Да, я буду, конечно, все-таки праздновать с близкими, с своими. Ну и с друзьями, мы им в лофте. Спасибо. Перезвоню, я в эфире сейчас. А как на студию попасть к вам можно? На студию просто позвонить и записаться. Если ты рэп имеешь, что-то читаешь. Ну, на битах, мы хотим научиться что-нибудь там покалякать. Не, ну, лучше калякать дома, на самом деле. Брать какое-то петло, калякать, короче. И потом уже на студию приезжать. Потому что на студии писать дорого и тяжело. Ну, как бы, потому что, когда пишешь, короче, текст, и тебе ходят всякие непонятные люди, там, всякие звукачи, непонятные рэперы, туда-сюда. Вот, это, конечно, напрягает. Поэтому лучше писать где-то дома, либо еще, вот. А потом приезжать на студию уже, чтобы качественно записать, качественно свести и там далее. Что-то альбома давно не слышно твоего. Жду, жду. Да, блядь, никак не закончу. Да, народным средством лечусь. Никак не закончу. Все не получается. Ну, не знаю, если на мой взгляд, то ни о чем это самое, самое, блядь. Это просто пиздец. Ну, он слишком тяжелый. Ну, это самый любимый, самый трушный. Там текста просто, блядь, я слушаю ежедневно. Ну, значит, тебе этот альбом тоже понравится. В этом альбоме достаточно смысла. Да, каждый трек по-своему впечатляет. Какую пачку? Тут я просто еще читаю комменты, походу. Ладно, старик, буду еще кого-нибудь вызывать, береги себя. Красава. Давай, с наступающим, спасибо. Спасибо. Наверное, приехал, он тут рубится в ГТА, блин. Ну, кстати, с Украины, с Харькова. Газую, газую. Никогда не будет этого фита. Мандарины, да, мандарин заебать трек. Новогодний такой. Что я пью, блядь, я не хуй не пью, блядь. Я болею, посмотрите на меня. Антон. Ты гандон. Позвони мне, позвони. Не позвоню. Тоже заебатый трек. Короче, новости такие. Все заебись. Все просто ауенно. Не считай того, что я болею. Русик, да, я заболел, прикинь, братан. Вот, сейчас, короче, у нас же, блядь, 5-го числа. 5-го числа, еще раз говорю, с 5-го числа мы работаем, как бар. Приходите к нам бухать. Ну, сразу говорю, блядь, будете кипиш тут наводить, может, пизды выхватить, реально, вообще. Здесь, как водопой, блядь. У нас здесь нельзя драться, у нас здесь нельзя, блядь, никого хейтить, нельзя выяснять отношения, ничего нельзя. Все, люди приходят общаться и расслабляться. Вот. А если кто-то будет, блядь, здесь кипиш наводить, мало того, что он, нахуй, отсюда вылетит раз и навсегда, во-вторых, блядь, может, пизды выходить от наших пацанов. Парни у нас тут, блядь, спортивные, как бы, блядь, долго вообще разговаривать не будут. Боксую. Ха-ха-ха, боксую. Блядь, правильно нехуй, потому что, блядь, у нас лофт, лофт ЦАУ ПАП. Находится Краснопрудная, 22А. С 5 января приходите к нам, мы работаем как бар, каждый из вас может прийти. Вот, Русик вон там на фейсе встанет. Если что, Русик втащит нормально. Ланочка, тебя люблю. Вот. И будет у нас тут пьянки-гулянки, короче. Да я не паленые глаза, блядь. Я, блядь, просто болею. У меня, блядь, грипп. Ха-ха-ха. Блядь, да что? Мне, например, раньше, как поет ЛДЖ, блядь, его песня, с точки зрения музыкального. В принципе, прикольный образ у артиста. Матранк тоже мне нравится. Хуйня, зачем их бить, блядь. Бля, парень делает все им в кайф. Точно люблю тебя, точно. Да и вы, давай, я выхожу с тобой в эфир. Ты, блин, этот... Блядь, я не слышал новый трек Гулфа. Здорово, Давид. Шалом. Это, сек, я тише сделаю. Грибы. У меня грибы. Сейчас сек, сек, вам. ЛДЖ на альбоме не будет. Ну, как все представляете? Как дела, Давид? Ну, я не жалуюсь. Нормально все. Ну, что, моя мечта сбылась небольшая. Я с тобой в эфир вышел. Блядь, называй меня Санта-Клаус, ебаный свет. Как? Санта-зануда, блядь. Зануда Санта-Клаус. Есть одна история, как я съездил к тебе в Новошахтинск на концерт. Ну, и как тебе на ночь? Я пробил. В Ростовской области ты приезжал. А, я помню, помню, да. Вот, а с этим был ты. С Мексом там. Да, да, да. Ну, ничего, попали, добрались. Только я тачку в хлам убил. Убил? Да, туманище был тогда, Люпе, вообще. Зануда в хлам. Ну, нормально, ничего, ты классно сделал, мне понравилось. Ну, спасибо большое. Я, правда, был, как обычно, в дерьмище пьян. Ну, вообще, у меня к тебе много вопросов, интересно всегда было с тобой пообщаться. Ну, давай-за-давай, чё. Чего там три кита, блин, вы распались или проект закрыли? Мы закончили проект, у нас остались не выпущенные треки, мы их обязательно выпустим. Ну, я, насколько знаю, у вас там, это, есть, короче, демки недоделанные. Есть, есть, мы их доделаем и обязательно их выпустим. О, я жду, я жду, очень. Да, не есть, маленькая EP, там хватит, там пять треков где-то. Ага, понял. Ничего себе. Чё ещё, на ЦАУ хотел бы попасть тоже к вам как-нибудь, записаться? Ну, я с Ростовской области, с провинции, так что это не вариант, наверное. Надо деньгами запасаться. Нет, почему не вариант? Вдруг ты будешь проезжать в Москве, и ты можешь спокойно позвонить заранее, просто записаться на, так сказать, на запись, записаться на запись, вот. Ну, короче, надо минимум двадцатку с собой брать, наверное, я думаю, мне хватит. На что? На трек, чтобы сделать. Да не гони, ты гонишь, ты. Двадцатку, это, знаешь, там есть всякие людишки, которые там за 60 тысяч песни людям делают. Ну, мы обычно делаем, ну, у себя, у Карипана, ну, тысячи две хватает нам. У нас, короче, у нас от, по-моему, от полторы тысячи, или от тысячи рублей запись, а, от тысячи рублей запись голоса у нас. О, тысячи рублей запись голоса, час. Вот. Ну, в целом можно приехать, так, свестись, ну, без сведения записаться и с собой проект забрать, да, и там уже по-своему сделать. Да не, в целом можно приехать, запятать трек сделать. Но без минуса. А, можно. Если минус будет. Не, минуса есть, минуса берем, нормальный проект. Ну, все, приехал, блядь, записался, тебе свилет мастерили. Ну, я не говорю, там, если тюнить, там, короче, ну, где-то пять-шесть тысяч можно сделать, пиздатый трек. От Муратова я еще домой поеду, я болею, блядь. Понял, понял, я тут тоже... Там просто задают вопросы, сведения от двух тысяч, или от двух тысяч, по-моему, от двух тысяч. Понял, понял. Я не знаю, он там Брайт, он у нас там этим занимается, у нас главный маг по музыке, это Брайт. Тоже трек сейчас выгрузил на iTunes, долго что-то доходит. Вообще, перед Новым годом, сказал, Корифан долго на площадке заливается, так как у америкосов там какие-то проблемы с этим отпусканием. Да, вообще, что-то бывает, заливать надо все в феврале, надо либо в феврале, либо первую неделю декабря. Летом заливать тоже нехуй, не надо ничего, потому что бесполезное время. Ну, видишь, опыта маловато в этом. Как бы, это, ну, один из первых, который я на площадке лью, но он вообще охеренный получится. Извините, я отвечу, если бит заказывают, я не знаю, зависит от бита, разные биты, разные битмейкеры. Мы, как бы, мы предоставляем их биты, и они продают. Не, ну, я обычно такой люблю трэп, и, ну, американский соуса есть такой, этот битмейкер. И мне еще нравится Янг Мип, это, короче, Дэн Династии. Дэн Династии? Да, да, Янг Мип такой, Сочи парень, нормально делает. Сейчас взяли у него биток, вообще обалденный. Мог бы, прийти, послушал. Ну, такой разрывной вообще. Ну, хрубейк. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, стой, сек. Будь хрустальному тоже приятно. Я еще, походу, буду отвечать, короче. Сейчас, сейчас, сек, заново. Слышно, нормально? Да, зачти, можешь, человек. Давай. Давай, ебаню. Я. Если взялся, так разделай. Если жжет, тогда предела. Острым лезвием задело тело. Улыбайся, как тогда. Страх. Черт, это, блин, кто там слышишь? Так, никого не увидишь. Пятая, стрелка, и странный чудак. Крики разрывают. Все-то кулак. В глубине старого леса. Леса. Тело разбили навесом. Весом накрывает дымя весом. Весом след по склепу. Слепо доверился. Ну, это такой пробный. Я в таком рэпе не нашел бы шарю, поэтому... Ну, да, ну, это такой, понял, зловещий рэп такой. Ну, что-то новенькое. Между что-то... Между новеньким и ставить. И таким. Ну, вот у меня на альбоме будет между новеньким и стареньким. Вот. Ништяк, ништяк, Давид. Вообще, а как-нибудь можно приколоть тебе, скинуть что-нибудь? Да, скидываю. У меня там почта указана. А, этот... Сейчас по HD сек. Вот она. Так, Цау Флэйва. Так-так-так-так. Цау Рекорд. Ты предабыл цаурек.ру, да? Не-не, не на сайте. Не на сайте. Тихо-ти. Где-то тут сбоку в шапке была. В шапке у меня там есть в инстаграме. Сейчас я приколю один момент. Паленый мерч. Не все менты-пидорации, блядь. Не все пацаны-пацаны. Паленый мерч. Ну, я уже из него вырос, короче. Бррр, сек. Короче, присылай, старик. Я буду тут еще... О, нихуя. Опа. Нихуя себе, блядь. Я, короче, фанат давний твой, понял? В Ростове жду тебя, вообще, был бы рад пообщаться с тобой. Так, в реале. В Ростове что-то меня не везут. Не знаю почему. Как хотят привезти, блядь. Потом раз резко и что-то говорят, блядь. Ну, мы не можем. Да не, ну... Мне кажется, никто не хочет, чтобы я в Ростов ездил. Не, ну, если б можно было хотя бы окупить райдеры, тогда б можно было привезти. А так, в целом... Сначала альбом выйдет. Давай, давай. Давид, слушай, дай я скрин замучу себе. Давай. Давай, от души. Сейчас. Блядь. Кнопка, кнопка. Все, от души. Ну все, удачи. Давай, удачи. Рад был пообщаться. Вообще, столько эмоций, впечатлений доставил. Ну, давай, береги себя. Давай, давай. Я вот очень рад, на самом деле, что у меня адекватные... адекватные слушатели, люди, которые выходят со мной в эфир, правда, очень позитивные и хорошо настроенные. Это круто, это радует. Нет, с Ангелиной фитов не будет. Так, дротуйте, дротуйте, товарищи. Давайте еще кого-нибудь. Кого-нибудь еще. Ну давайте. Лекс, привет, братан. Я тебе перезвоню позже, ладно? А то я тут, видишь, с людьми тут. Конференция у нас. Спасибо, Вован. Сейчас, короче, выберем. Работает с 5-го числа для обычных людей. Приходите. Мы все обычные, на самом деле, люди. Мы все под Богом ходим. Мы все умрем и сгнием. И так же попадем либо в ад, либо в рай. Поэтому не надо, кто-то подъебывает меня. Обычные, необычные. А не Горохова кто это? Я не в курсе. Ну давай посмотрим, кто у меня тут. По душе, Русик. Вот Руся, кстати, Руся. Бродяга делает заебатые биты. Вот. Сейчас выберем вот еще. Ой. Ну давай. Ну давай. Сейчас серьезно. Ну давай. Ты еще. Мамочки. Давай. Что я растерялась. Блин. Сейчас. Ты все. Что-то правда? Ладно. Все. Сейчас я. Судя по всему доброе утро, да? Доброе утро. Да у меня вечер уже на дворе. Ну. Где? Да я вчера погулял хорошо. Твои волосы видно. Да. Вот и сегодня получилось то, что. Вот только проснулась недавно. Тут такой неждан. Что хотела спросить вообще. Я за это, за сведение. Я если хочу отправить трек на сведение свести. Сколько примерно будет? Да то же самое, что ты записываешь, будешь сводить, что ты пришлешь трек. Сейчас, подожди. А двух тысяч рублей. Блин. А что это с камерой? Вот. А двух тысяч рублей. Да. Это мне туда надо кому-то писать или кому-то звонить. Я не знаю. Да. Там есть, есть Цаурек. Собака Цаурек. Ты можешь залезть, посмотреть там номер. Или я могу тебе прямо сказать, телефон 8-965-250-008. Это что, в WhatsApp там есть? Нет. Это, короче, WhatsApp будет там послезавтра. Сегодня как телефон я не перенесу, я забываю постоянно. Звонишь, брай тут, говоришь. Короче, чувак, у меня есть трек, мне надо его свести. Он тебе говорит, когда прислать, ты им присылаешь, он сводит и отсылает тебе обратно. Я поняла. И за сколько времени примерно он сводит его? Ну, зависит от того, какой объем работы. Может, ты там 50 дорожек и ты можешь вообще просто мертвовать. Не, не, не. Я просто хочу, боюсь, переживая за вокал, потому что там большинство, я заметила, там рэп только сводит, да? Не, не, нет. У нас очень много вокалов пишется. Вокал, у нас люди поют, у нас рок пишут. Тоже, да? Мы просто, да, мы просто в основном рэп делаем, конечно, у нас основной, ну, основной клиент это хип-хоп какой-то, вот. Но у нас разные люди пишутся, пишутся, разные люди пишутся, разные люди работают, и как бы это неправда. Это все, это все не так. У нас тут, у нас очень хорошее оборудование, у нас крутые микрофоны, у нас крутая звуковуха, и ампы, и все. Поняла. Слушай, можно я это досулфанусь тоже? Так фотку хотела. Я бы приезжала была к вам на рыбзавод, но я тогда застала этого, про килограмму. А, прошку. Ну, давай, сфоткаемся. Давай, так все, я не отвлекала. Подожди, боже. Еще я бы в таком виде меня всловили. Подожди. Давай. И жди сюда. Есть. Слушай, спасибо большое. Хорошего дня. Ну все, береги себя. Давай, хорошая вещь. Давай. Как я тут отключить, я не шарю. Ну че? Ну че, кто следующий? Кто на новенького, блядь? Сразу говорю. Если я, блядь, позвоню и мне начнет хуйню нести, типа, блядь, там какие-то гадости, я нахуй пошлю и выключу просто. И все. Я, блядь, в диалог вступать не собираюсь. Ну кто там дальше? Ну вот, короче, какой-то этот снеговик. Снеговик, давай. Сегодня день общения. Шалом. Здорово. Здорово. Ну вот, че ты там елочками скидываешься. Ну я поздравить хочу с Крисмосом, там все дела. А, спасибо большое. И я нахожусь в Корее, так что, скорее привет. Скорее? Да. Ты там собак ешь? Это стандартный вопрос, да, ешь ли собак. Нет, собак упро. Как с этим делом там обстоит? Они в натуре там собак только едят? Да, едят. Старые едят, молодые, уже новое поколение практически не ест собак. Ну так, староверы там всякие есть, конечно. А так, ну да, это распространено. Есть много кухонь. Прям, ну если по-корейски читаешь, прям видно достаточно хорошо. Блядь. Не понимаю, как можно взять и заебашить эту собаку? Паш, делай еще потише, пожалуйста. Слушай, а мужик, ну если это, знаешь, испокон веков было, ну, что с этим поделать? Ну как что с этим поделаешь, блядь? Как можно взять и сажать собаку? Алтай! 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 Иди сюда! Алтай, иди ко мне! Иди ко мне, Алтай! Посмотри, сейчас я покажу. Посмотри! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди ко мне! Вот как можно взять и вот это сожрать? Вот, ты сейчас претензию как будто ко мне. Я ее пробовал. Нет, я просто говорю. Я не смог, не смог тупо вот из-за того, что я прекрасно понимаю, что это, ну, друг, это, это невозможно. Ну, мы сидели, большая толпа, как бы, друзей корейцев. Вот. Ну, типа, попробуй. Я попробовал, и, ну, я это не смог есть. Короче, это нереально. Сожрать, мне кажется, грех. Ну, это как человек сожрать. У них вот такая беда. Не все едят, не все, это, привет, ну, придерживаются. Вот. Как-то так. Вот. Тюлень охуенно. Тут спрашивают, а где тюлень? Тюлень дома. А это Алтайя. Я вот так рассказываю. Ты новую, да, собаку завел? Да, мы, короче, нам подарили собаку. Но это не собака, это, короче, овчарка смешанная с волком. У нее, короче, мама волк, папа. Ой, да. Да, мама волк, папа овчарка. Или наоборот, я уже не помню. Соответственно, у нее ни паспорта нет. Да нихуя у нее нет, только охуенный вид и большие зубы. Ему вот это вот псине, она размером сейчас с тюленью. Три месяца. Прикольно, прикольно. Слушай, ну, а она как в дрессировке подается? Да, он очень умный. Я охуел, если честно. Он настолько умный и настолько быстро все хватает. Он еще с тюленем растет рядом, и с Астей, и с Астюхой. Он у них очень много чего берет. И я очень... А мама волк, вот ладно, пишет. Мама волк. Круто, круто. Ладит он со второй? Да, конечно. Ну, с таракашкой, таракашка на него ручит постоянно. Чего-то ворчит на него. Вот. А тюлене пофигу. Тюлене его уже пару раз шелкнуло, чтобы он... Нет, он на себя много не брал. Территорию свою, как бы, обед ограничила, да? Да не, воспитывает просто. Ну, он мелкий, чё, он доебывается, его кусает, там, она его пиздельает. Я с тюлене такая, может ебануть. Слушай, ну альбом-то когда выйдет? В феврале. Ну, блядь, это не точно, и хуйня. В Корею не собираешься с концертом? Кому я нахуй нужен в Корее, блядь, и чё? Не, на самом деле ты, ну, наверное, такое представление, что, типа, кто тут ждёт? Можно прозондировать почву. Тут очень-очень-очень много русскоязычного населения, и диаспоры, и, ну, и так, и в Сеуле, и в разных городах практически везде есть русские люди. И Корея достаточно маленькая страна, это там по всему периметру... Ну, через всю страну 700 километров, ну, там, 800, я не знаю сколько. Ну, 4-5 часов ты можешь на тачке, скоростные трассы, вот, ты можешь доехать. Не, ну, я слышал, у меня очень много друзей корейцев, и подруг много корейцев. Я могу сказать, что я обожаю, на самом деле, корейцев, вот, очень весёлый народ, блядь. Я не знаю, как там, но здесь они постоянно ржутся, они постоянно угорают, блядь, я вот сколько их знаю, они постоянно смеются, у них постоянно хорошее настроение. Да, у них менталитет немножко такой, да. Блядь, очень весёлый, очень крутой. Не, по части публики, ну, мне кажется, тебе здесь будут рады. Что? Мне кажется, по части публики тебе здесь будут очень рады, и мне кажется... Это не от меня зависит, это зависит от меня. Ну, конечно, да, согласен, согласен. Вон, MC Beach пишет, какой-то там, подруга корейца. Ладненько, старик, не буду это самое задерживать эфиром. Давай, старик. Ещё, наверное, ещё кто-то рвётся. Давай, удачи в творчестве. И это, кстати, насчёт Ангелины Рая, я прям жду с ней хиты, мне вот прям с её припевами это огонь, огонь. На самом деле, затираю до дыр альбом по низам. Ну, всё должно быть хорошо, всё должно быть хорошо и в меру, понимаешь? Ну, согласен, согласен. С Ангелиной наши пути разбежались конкретно недавно. А статьи? Статьи, не знаю, вот мы с статьей начали общаться, как бы мы долго уже не общались. Не знаю, будем думать, может быть я что-нибудь, может что-нибудь и сделаем, а может и нет. Как получится. Ну, это будет, я думаю, вот так. Ладенько, давай, удачи в творчестве, ага. Давай, отрубай меня сам. Давай, давай, пока. Давай, мир. Короче. А? Что? Да, ты что, куришь хочешь? Ты же не куришь, блин. Я тебя втащу. Что же здесь куришь? Ты же не куришь сигареты. А что ты спрашиваешь? Это мой двоюродный брат вот сидит, блин. 16 лет, блин. Просто на две головы выше меня. 16 лет. И говорит, можно тут курить или не можно курить? Я сейчас приду, позвоню твоей маме. И сдам тебя с потрохами, блин. Я вам в Самаре привет. Я болею. Я простуженный просто. Не понял ничего. Fast Fox 001. Не понял ничего, что ты написал. Короче, ну что там? Давайте посмотрим, кто есть еще. Сейчас мы поглядим, поглядим, сейчас мы выберем. Выберем, выберем, выберем. Ну-ка. Где там все? Я, блин, да, был частенько там. Ну, давай вот так вот сделаем. Посмотрим, кто тут у нас. Старый, не тупи. Я старый, блин. Эрик, шалом, братан. 20, 86. Я тебе тоже наберу. Сейчас вот не беру трубку. Не беру трубку. Спающим тебе тоже, братух. Не беру трубку. И считаем, до трех. И раз. Рыжий, привет. И два. И три. Ну, ладно. Ну, давай, короче, вот, позвоним сюда. Посмотрим, кто здесь. Эх, как хочется подуть воней этим зимним вечерком. Привет! Привет! Ты помнишь меня? Я была у тебя 10 июня на концерте. Топ-топ-топ. Да? Да, это маленькая. Да, это маленькая такая. Да. Я хотел к тебе еще 29-го приехать, но мне некому было привезти. Забери меня. А не будет 20. А я алгебру делаю. И все, тебе надо в школу ходить на концерты. Я знаю. Вот, ты лучше учись. У меня она отличная почти четверть. Что? Что? У меня она на отличный четверть. На отличный четверть. На отличный четверть. Супер. Молодец. Молодец. Да. Ты наркотики употребляешь на трепке? Нет. Нет, не ври. Нет, не ври. Ты употребляешься, скоро в окно выпрямишь, слушаешь рэперов. Нет, я не вру. Короче. Короче. Молодец. Ты молодец. Ты лучше дальше и хорошо учишь. Хорошо. Спасибо большое. Нет. Ну ладно. Ну ладно. Я всяким людям. Ты пропадаешь. вот видите, молодец. Маленькая. Маленькая учится. Она отлично четверть закончила. Это круто. Я очень радуюсь, когда слышу, что кто-то вообще так учился. Я не про тебя говорю. Паш. Я не говорю, что ты плохо учишься. Я тут с ними разговариваю. Гараев, да ты, блин, вроде как бы помоложе, но что-то здоровье у тебя просто как будто ты лет 70. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Так, короче, давайте. Кто там рэп читает? Сейчас я буду звонить, вы будете мне в эфире. Давайте, зачитайте мне что-нибудь. Вот вы читаете мне в эфир. Нет. Брат рэп не читает. Но не рэпер, слава богу. Одного в роду хватает. Я президентом России, да вы гоните, что ли. Я бы все отжал у всех. Во-первых, раз. Во-вторых, эта страна полна сумасшедших людей. Я не хочу. Так, ну давайте. Давай, ты читанешь? Сейчас, давай. Ничего мне не сняло. Я все на связи. Давай. А что-то тебе не говорит, не можно тебя в эфир. Могу повторить так. Ну давай. Ну, отклонил. Вот могу читануть, могу читануть, а сами отклоняете. Если хотите попасть на концерт, попадайте на концерт. Я еще раз вам говорю, я жду вас 5-го числа в целом лофте. Приходите, кто в Москве. Но приходите, пожалуйста, те люди, которые как бы позитивные и не приходят драйки устраивать. Потому что здесь как бы те, кто будут драться, быстро успокоят. ты готов? Ну давай. Гоу. И банем. Простоку перелюбим. Ну че? Ну че там? Ну давай. А че читать-то? Рэп, ты же говорил, что ты можешь читануть. Давай читай. Я хочу твой трек зачитать. Не, мой не надо, надо свой читать. А у меня текстан наверху, надо подняться. Эх ты, блин. Лан, видел я, видел. Вот. Сейчас, секунду. Ланочка, я куплю тебе мандарин. Обязательно на обратном пути. Там мне Лана пишет, чтобы я мандаринов купил сладкий. Мандарины? Да. Запах мандаринов. Ты не забудешь никогда запах мандаринов? Не, не забуду никогда. Лан, я за селфлюсь, и этот, ты можешь следующего кого-нибудь. Давай. Спасибо, бро. Давай, удачи тебе. Так, ладно. Почему вы сразу под солями-то, блядь? Что у вас за это, такого? За манеры, блин. Сразу под солями, сразу убитый. Может, я не выспался, может, он болеет. Я болею, блин, например. Все говорят, что укоренные. А я могу в банку поописать, вы ничего не найдете. Ха-ха-ха. Хайпануть хочешь? Ну, давай, хайпуй. Посмотрим, что ты там, как ты хайпанешься. Давай. Папа, это есть рабочие 90-х, только у нас время записано. Это не так легко сейчас сделать. Так, скинули меня. Соль, соля, блядь, и всякая ебанья, короче, блядь, такая низкая, низкий, как это, низкий уровень наркотиков. Это если ты себя крайне не уважаешься, начинаешь ебашить в соли, там всякую хуйню. Ну, давай. Сейчас я, короче, подождите. Этот человек хочет очень читануть. Я жду читануть. А ты что-то не этот. У тебя, короче, не выходит. В эфир почему-то. Так. Так, я не люблю, когда меня оскорбляют, поэтому хуй я тебе добавлю в эфир. Нормальных наркотиков нет. Наркотики все зло. Но я траву наркотиками лично не считаю. Так, что там? Казахстану большой привет. Салу страницу ведет Мойша. Я иногда тоже что-нибудь закидываю. Куки большой салам. Если он видит, это я не знаю, вообще вы видите сейчас это или нет. Ну че? Где вы там, рэперы? Трава, сука, не наркотик. Я так тумил лично. Харьков, привет большой. Так, короче, не говорите, что кто-то из вас курит дурь, а то тут разные люди сидят. Сейчас к вам домой постучатся в дверь, скажут, какую дурь ты куришь. Ну-ка, покажи. Ты там умираешь, блядь, в больничке. Тебе по блату нельзя сюда заползать в эфир. Ну че там, кто там? Есть рэперы-то здесь? Или вообще все? Харьков большой. Вот у меня сидит мой доверный брат. Паш. Вот он тоже с Харькова. Вот приехал в гости на Новый год. Мы не мутим Ганш. Мы ведем здоровый образ жизни здесь все. Я-я-я. Чего ты-то? Ну давай. Сейчас посмотрим. Йоу, птаха. What's cracking, йоу? Здарова. Как дела, брат? Заебись все, как у тебя. Я вообще good, брат. Короче, че тебе увольнуть? Давай увольну тебе че-то киевского. Я с Киева вообще, брат. Ноль сорок четыре. Давай, ебать. Ноль сорок четыре клан, дядь. Не слышал, бать? Здесь я и Киев, мой брат. Фабрика Рашин стоит на месте. Неестественно сделан я с теста. Только терты киевские. Быдло не киевское. Позволяет себе много. Подытожил. Понял нескромно. Потопил на ушниках. На голову капюшон. Шума в домах. И больше, чем на улицах. И твоя улыбка, брат, всегда рада для меня. Райотдел занимается делами там. В папках документов много, но не будем мы влезать. Дела нескромные. Это вечерники. Здесь все красиво, без ксив. Делаем по-тихому. Лето прекрасно. Жизненные краски, но здесь опасно. Красавчик. Стаха, брат, давно когда-то писал тебе очень. Хотел ворваться на ЦАО, так как очень-очень сильно дружил с внуком, но очень сильно ты меня игнорил. И поэтому, короче, киевский андеграунд процветает. И мы разъебываем тут нахуй всех, брат. Дай бог, дай бог. Внук повел себя не очень красиво и поступил как гнида. Поэтому как бы... Я не знаю, это уже как бы сугубо ваши все движения. Не, ну я по отношению к себе говорю. Не, я понял, я понял. Делаю скрин и улетаю. Давай, старик. Все, бенчмен, нига, йоу. Обнял, фарт. Давай, фарт. Давай, брат. Вот. Люди рэп читают, все-таки. Видите, не все, блин, кричат. У-у-у-у. А-а-а. Так, что там дальше? Что там дальше есть? Спана, ну вы что? Где, что так тихо-то, блядь? Где рэперы все? Ну, где рэперы, товарищи? Товарищи рэперы, где вы, ёбаный свет? Ну, давай. Коль просишь так. Ну-ка, сейчас, секунду. Ёбаный свет. Он, короче, и пишет, что тебя нельзя позвать почему-то. Это я сейчас говорю. Акрам пишет, что, типа, нет у тебя выхода. Ну, типа, не могу тебя вызвать почему-то. Извини. Я рэперы жду, добавляй. Ну, давай, посмотрим, короче. Спасибо большое, Любож. Давай. Блядь, да что ж такое? Почему не показывает, что не могу добавлять? Тоже не получается. Молодой. Вот молодого могу. Есть, походу, какие-то ограничения в этом, ёбаный, на инстаграме. Ёбаный, блядь, сука, уже на суйская программа. Здорово, Пташвак. Здорово. Ну, как ты там, старый? Болею, ёбт. Болеешь? Болеет птица. Я не ожидал, не ожидал, что тут мне так подвернется. Я-то где-то, путь? Сижу. Ты где там? А вот, еще Леха, твой фанат. Здорово. Здорово. Просто обголбаный уже. У нас же все. Нет, не варь. А ты где? Я в Польше сейчас. Именно в Германии, ближе к Берлину. Что ты там делаешь? Работаю, работаю. Тим, работаешь? Здесь. Ну, не бесусь, короче. Ты все равно не поймешь. А? Все равно не поймешь, что фирма, получается, пластик делала. А, пластик делаешь? Зануда? Да, зануда, птаха. Что ты так что-то... Не понял. А сам откуда? С Беларуси. Я писал тебе как-то, что ты в Минск заезжал. Может быть, братан. Многим пишут, многим кому-то отвечаю. Не всех запоминаю. Не бесы. Ну, я просто уже за лбаса писать. Птаха-птаха говорю, давай, давай. Ну, вот, видишь. Видео. Слышишь, слушай, вопрос у тебя есть такой. Давай. Я вот раньше давно слушал старых реперов. Класс. Хулиган, вот, Кайра. Ну, ты в курсе о них, да? Хулиган? Ну, не знаешь никакой информации, где вот Хулиган вообще сейчас? Не-не-не, я не знаю, кого он пропал, если честно. А Костя... Мне кажется, он просто забился. А? А Костя думает что-нибудь делать вообще? Какой Костя? Константин Пономарев, Кайра. Ну, я не помню такого, если честно. Да ну нафиг, серьезно. Блядь, у меня память эпическая просто, блядь. Фантастическая. Не увлекается. Блядь, иногда пацаны говорят, потом говорят, ебать, в планете мне звонят, говорят, в планете ты меня не помнишь. Я говорю, когда я говорю, что только что, говорят, ты сказал, что ты меня не помнишь. Ну, знаешь, так где-нибудь. Я говорю, братан, я просто не понял, о ком они говорят. Жесть. Бывает, поэтому мне бессуть. Да что, когда в миссии? Да если пацанов не видно, как правило, сейчас многие просто забили хуй на рэп, потому что появился мамбл рэп, и пацаны просто... Да, появилась школа, я смотрю версусы, короче, и просто хуеваю с них, кто там просто всякого сброда. Мне просто неинтересно. Я как-то смотрел там царя, как он выходил. С кем он там был, подожди, с топором, походу, да. И я просто, ну... Да, Дима, чё, серьёзно, смотри, тут мои заходят, тут все просто в шоке, что я тут сижу, тут с купюри с птахой разговариваю. Жесть, жесть, подожди, старый, я сейчас просто запишу. Сейчас не... Слышишь, всё, я записал, короче, запись экрана, что-то осталось, это мало ли не попадёт больше такой возможности. Да я чё-то слышал, кстати, что там в Польше не особо любят, но вообще, так сказать, наш соотечественников. С постсоветского пространства. Ну да, некоторые, я знаю, знаю, тут некоторые там, они поляки учили, там в школе бывают русский язык. Могут и говорить, но не особо. Украину не любят здесь. Ну вот у них давно какая-то там норма. Мне кажется, у поляков с украинцами давно не особо какие-то чувства там друг с другом. Да, 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 здесь такое есть. Ну как-то, знаешь, они не показывают это. Работают люди, да работают им. Всё равно. Ебать, это же Европа, ёбаный свет. Они должны быть все культурные, нахуй. Ещё раз. Я говорю, Европа же, должны быть все культурные, по идее. Ну конечно, конечно. Конечно, должно всё быть. По-моему, они... Нихуя не культурные, блядь. Я Европу не люблю сейчас, мне в Европе не нравится. Мне не нравятся европейцы, они все какие-то высокомерные, чёпранные и жадные очень. Да, вот я только хотел сказать, они жадные. Просто жадные пиздец, блядь. За копейку давятся, блядь. Наши, блин, конечно, отличаются. Наши, блин, пока рубаха есть, можем гулять, да. А рубахи нет, уже похуй, можно гулять дальше. Ясно, всё, блин, давит. Ладно, старик, береги себя. Дай бог тебе удачи, счастья. Давай, старик, здоровья. Всем пацанам привет большое. Окей. Давай, удачи. Давай, счастливо. На этом, пожалуй, всё. Вот. Я пойду, куплю мандарины для своей любимой. И буду собирать дома ёлку. У нас сегодня сбор ёлки дома, семейной. Это, сами понимаете, так сказать, семейный процесс. Не люблю я очень собирать ёлку. О, сейчас, одну секунду. Я, наверное, всё-таки призадержусь. Сейчас я хочу вызвать сюда моего друга. Ну вот. Если он, конечно, выйдет в эфир. Мне кажется, Дэн, ни хрена в эфир не выйдет. Дэн, привет, возьми трубочку. Дэнчик, привет. Са, привет, привет. Ты ещё лет, ты ещё зим. Да. Как тебе дела? Нормально. Ты в Москве? Я в Москве. Я ещё два дня в Москве буду. А, в Москве ещё два дня будешь? Что, потом к Шаньке? Всё, на два месяца. Ёбаный свет. А собаке? И уже по собакам будет с тёщей. А-а. Подарок ей на Новый год такой. Подарок себе храпящий, пердящий. Да, ты как, Санк? Нормально всё потихонечку. Меня тут звали к вам в гости. Да, да, да. А я к тебе всё хочу заехать в лох посмотреть. Заезжай, хочешь заезжай. Хочешь завтра заезжать? Ну, ближе к вечеру, ближе к ночи. Потому что пропки когда будут, я заеду. Ну, я просто сейчас, если поеду, я уже сегодня не приеду. Потому что я буду ёлку собирать. А это дело, Александр, знаешь. Ну, завтра, послезавтра я ещё могу. Давай. Я буду очень рад тебя видеть. Да, взаимно. Давай. Пока. Всё, тогда буду на связи. Буду ждать тебя в гости. Давай, пока, пока. Давай обняться потом. Переключай меня. Давай. Денис, это хороший мой приятель, друг. Это друг моей. Ой, это мушка моей хорошей подруги нашей. Вот, Шанечки. Вот, я и решил его увидеть, хотя бы так. Редко видимся, к сожалению. Всё. Я, короче, вас с вами прощаюсь. Я буду почаще выходить, короче, в эфиры. Буду смотреть, что вы читаете, как вы читаете. Может, кто-то своё будет зачитывать. Я всех очень люблю. Берегите себя. С наступающим вас всех Новым годом. Ещё раз говорю. Я вас всех жду 5 января в офцал Пабе. На вечеринку у нас открытие для всех. Мы будем бухать и тусить. Прям люто тусить, отмечать Новым годом. Приходите. Бар будет открыт для всех. Цены у нас демократичные. Так что не переживайте. Денег вам хватит. Берите друзей. Одевайтесь красиво. И приползайте. Блядь. Ну, не вздумайте здесь устраивать что-нибудь. Вижу, кто-нибудь что-нибудь устраивает. Могут от нашего блядь. Пацаны могут дать пизды. За то, что портит другим настроение. Вот. А так мы хотим, чтобы все потусили. Мир вашим домом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok